Центр нацкультуры Стоки в микрорайоне КСМ – это единственный дом культуры в Сочи, капитально отремонтированный за последние годы. Между тем, в городе 66 культурно-досуговых центров, большая часть из которых находится в селах. И большинство требует ремонта, рассказала на планерном совещании начальник управления культуры. По поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова, в этом году новую жизнь получат досуговые центры в Лазаревском районе. Будет отремонтирована кровля центра нацкультур. Ремонта также дождутся дома культуры в ауле Шхафит и селе Волконка. Дорожные карты на ремонт ДК, в том числе капитальный, разработаны по каждому району. Дело это затратное, поэтому мэр поручил активнее входить в краевые и федеральные программы по культуре. Также на планерке Анатолий Пахомов поручил открыть в районах центры пожилого человека. Это часть программы «Активное долголетие». Зашла речь на планерном совещании и о вредителях зеленого убранства курорта. Пришла весна, значит, самое время вступать в борьбу с мраморным клопом и другими насекомыми. В этом году на эти цели выделено 13 миллионов рублей. За счет этих средств будут обработаны муниципальные территории. Ну а о сохранности деревьев на своих участках должны позаботиться сами сочинцы. Я теперь ставлю задачу перед всеми главами сельских округов и главами районов. Надо взять каждую дачу, каждый дом под контроль и проверить, ведутся ли там работы или нет. Обсудили и борьбу с бродячими собаками. Новый федеральный закон о защите животных наделил именно краевые власти полномочиями по регулированию численности животных. Какую роль в этом будет играть муниципалитет, пока не ясно. Этот вопрос сочинские чиновники уже завтра обсудят на совещании с вице-губернатором в Краснодаре. Есть полномочия, нет полномочия. За порядок в городе мы отвечаем, в том числе и по животным. Я повторяю, нарушать закон никто никого не заставляет. И не надо. Задача одна. Подбор собак никто не запрещал и никто не запретит. Их надо всех собрать и передать в приюты. Все. В городе их просто не должно быть. Они должны быть в приюте. Также на планерном совещании, обсуждая тему безопасности дорожного движения, глава СУЧ рассказал о реализации программы «Умный город» в планах местных властей. Установка камер, которые будут распознавать и машины с иностранными номерами. Это также поможет навести порядок на дорогах курорта.